Здравствуйте, я новости огня. Вам расскажут корреспонденты Бюро новостей Давича. Я Дмитрий Житарчук. Смотрите в этом выпуске. Электричество, бензин, ингредиенты. Какие еще факторы влияют на рост стоимости продуктов? Для того, чтобы предприятие работало и не было убыточным, и в дальнейшем могло производить продукцию, мы были вынуждены все-таки поднять цены на 15% с 1 января текущего года. Решение было принято, деньги эти все равно будут изыскиваться, но они практически уже найдены. Ветеранам помогут с ремонтом, а рынок приведут в порядок. Какие еще решения приняли сегодня депутаты городской думы? И когда вот это вот, как бы ты нашел этот внутренний покой такой, и увидел, и почувствовал всю эту красоту, тогда ты ее можешь передать. Как карандаши и краски могут помочь во время кризиса? Ответ на этот вопрос нашелся на кировских выставках. Заставлять работать коммунальные службы должны сами кировчане. Для этого они должны сообщать о нарушениях, в частности о том, где и что не прибрано. С таким заявлением сегодня выступил начальник жилинспекции Александр Шиляев. В правительстве области он отчитался о работе структуры за прошлый год. В 2014 в жилинспекцию поступило больше 12 тысяч обращений. После проверок по ним было выявлено 6 тысяч нарушений. В большинстве случаев коммунальщики не выполняли свои обязанности по содержанию домов. В правительстве также отметили, чтобы повлиять на ответственных за приборку. Обращаться можно не только в жилинспекцию, но и в прокуратуру. Если же в течение года управляющая компания получила два предписания и не выполнила их в государственной жилинспекции в отношении одного из домов, эта управляющая компания лишается управления по этому дому. Если таких домов наберется 15% в течение года, то управляющая компания лишится лицензии на управление домами. Помидоры, огурцы и виноград стали лидерами подорожания за февраль. Их стоимость поскочила больше, чем на четверть. Антимонопольная служба опубликовала динамику розничных цен. Согласно их данным, ощутимо прибавили в цене рис, черный чай и сахар, мороженая рыба, картофель и репчатый лук. Более чем на 20% увеличилась стоимость капусты, томатов и огурцов. Всего 9 наименований из списка продуктов потеряли за месяц в цене. Это, например, гречневая крупа, вареная колбаса и говядина. Правда, они подешевели совсем незначительно. Например, стоимость молока понизилась на 5%, а вареной колбасы меньше, чем на процент. Лидеры в списке подорожавших продуктов – овощи и фрукты. Например, виноград стал дороже на 38%, а капуста – на 29%. Тем временем, рост цен – это не чья-то прихоть, объясняют производителям. Дорожают ингредиенты, и перед ними встает выбор, на чем экономить, чтобы стоимость продуктов не сильно била по кошельку потребителей. Какой выбор в итоге делают, и какова реальная себестоимость хлеба, молока и мяса – у производителя узнала Ксения Фрик. Сейчас его стоимость от отдельных поставщиков доходит до 500 рублей за килограмм. За такую цену мясной комбинат теперь закупает молотый черный перец. С этого года предприятие за эту приправу переплачивает более 300 рублей за килограмм. А перец – один из основных ингредиентов, который входит в производство мясной продукции. Поэтому отказаться от него невозможно, как и от китайского чеснока и другого сырья. Сразу на 25% выросла закупочная цена на мясо говядины и свинины. Вот это все, естественно, отражается в себестоимости, накладывается, потому что в любом случае мы исходим из всех этих наших закладок. Освещение, коммуналка – это, естественно, тоже у нас в стране имеет в виду тенденцию постоянно регулироваться и повышаться. Вынуждены все это закладывать. Поэтому комбинат был вынужден в среднем на 15% увеличить отпускную цену на свою продукцию. Например, докторскую колбасу еще в прошлом году они выпускали за 175 рублей. Теперь на 100 больше. А иначе предприятию не выжить. Мука ржаная, типа да. Это основные ингредиенты при изготовлении черного хлеба. И они тоже выросли в цене. Мука высшего сорта теперь на 30% дороже. Также поставщики повысили цены на маргарин и масло. Но все рекорды, пока бьет сахар. Он вырос в стоимости сразу на 50%. А значит, и расходы предприятия тоже увеличились в разы. Но для того, чтобы предприятие работало и не было убыточным, и в дальнейшем могло производить продукцию, мы были вынуждены все-таки поднять цены на 15% с 1 января текущего года. На изготовление, например, дарницкого хлеба уходит почти 15 часов. На одной линии работает по 4 человека. Кстати, зарплаты сотрудников тоже входят в себестоимость хлеба. Но, как убеждает руководство, это всего 14%. Все же основная доля – это завышенная стоимость сырья. А вот на молочном комбинате на стоимость сырья, конечно, тоже жалуются. Но не настолько. Здесь другая беда. Дорожает упаковка. Например, вот такой стаканчик для сметаны вырос в цене сразу на 80%. Возможности поменять упаковку на более дешевую – нет. Эта техника заточена под конкретный формат работы. А полностью сменить оборудование тоже невозможно. Слишком дорого. У нас основное оборудование – это импортное оборудование. Запасные части тоже по курсу евро. Само оборудование закупается по курсу евро. Поэтому здесь есть вопросы. И кто допустил такое снижение отечественной валюты. Обесценивание рубля значительно сказалось на производителя молочной продукции. Но несмотря на это, они удерживали цены в течение года. Но в итоге сдались. С 1 марта кировское молоко, масло и сметана подорожают в среднем на 5%. Но на рост цен влияют не только поставщики и производители продукции. Последнее слово всегда остается за торговыми сетями. Ценники на продукты питания они выставляют сами. Поэтому на витринах в итоге это же молоко, мясо или хлеб еще на 30% стоят дороже. Ксения Фрик, Даниил Кочкин, Александр Брызгалов и Дмитрий Подлевских. Бюро новостей Дайвича. Кстати, сегодня возможную остановку роста цен обсуждают в федеральной антимонопольной службе. В том числе сейчас. В Москве на этой встрече находится и начальник Кировского УФАС Артем Молчанов. Стало известно, что крупные торговые сети планируют заморозить цены на социально значимые товары. Ритейлеры, которые входят в ассоциацию компаний розничной торговли, уже направили в федеральную антимонопольную службу проект соглашения. Таким образом, продавцы пытаются застраховаться от обвинений в ценовом сговоре. Как только ФАС одобрит соглашение, цены будут заморожены на два месяца. На снос 80 незаконно установленных рекламных конструкций в Кирове нет денег. Об этом сегодня на заседании Гордумы рассказала ответственная за городскую рекламу Татьяна Молчанова. Она пояснила, демонтаж одного щита размером 3 на 6 метров стоит 25 тысяч рублей. Пока на это денег нет. Вместе с тем, сегодня на заседании народные избранники одобрили передачу в безвозмездное пользование кировской полиции 30 автомобилей, среди которых 13 иномарок на сумму 21 миллион рублей. И это несмотря на предложение некоторых депутатов установить возле школ светофоры, камеры видеонаблюдения или искусственные неровности. Что еще обсуждали сегодня на заседании Гордумы, расскажет Елизавета Халикова. Участникам Великой Отечественной войны помогут с ремонтом. Депутаты приняли предложение о дополнительных мерах социальной поддержки. Сделать дома ремонт за счет средств городского бюджета в этом году смогут те ветераны, которые до этого не получали помощь от государства. На реализацию предложения из казны города будет выделен 1 миллион рублей. Деньги депутаты решили получить, сократив расходы по другим направлениям. Решение было принято. Деньги эти все равно будут изыскиваться. Но они практически уже найдены. Пусть сумма небольшая, но это подспорье сейчас для наших ветеранов. Они и так у нас, скажем, находятся в не очень хорошем состоянии. Они по здоровью и они не могут за себя даже постоять. Ветеран должен сам заявить о том, что ему требуются эти деньги на свое благоустройство. На заседании депутаты Гордумы также утвердили Ирину Щеголеву на должность первого заместителя главы администрации. Ирина Геннадьевна заявила, у нее есть четкий план работы, которому она готова следовать. Придется следовать новым жестким правилам теперь и строителям. Депутаты ужесточили правила благоустройства. Мы очень строго сейчас начинаем следить за строителями организаций, которые ведут строительство. Также благоустройство контейнерных площадок, где собирается мусор. И о сносе зеленых насаждений. Некоторые хотят это сделать или не хотят сделать. Все это согласовывается, все это делается, чтобы мы бездумно не вырубали, не сносили, а занимались плановой работой. Одобрили народные избранники также перестройку центрального рынка. Депутаты решили за счет инвестора, можно реконструировать объект, то есть построить новое помещение на месте снесенных старых. Несмотря на споры и просьбу не торопиться с принятием решения, предложение о привлечении городского имущества в инвестиционную деятельность народные избранники поддержали. Мы будем разрабатывать, будем говорить людям, их никто не выбрасывает, никуда. Будет возможность, и это бизнес занимается не за счет средств бюджета города. Реконструкция этого рынка будет идти поэтапно. Все этапы мы будем обсуждать и с населением. Поэтому я думаю, что решение, которое сегодня принято, это еще один шаг для того, чтобы наш город сделать красивым. Всего на заседании депутаты обсудили 30 вопросов. Елизавета Халикова, Александр Брызгалов, Бюро новостей Давича. На портале девятка.ру стартует новый фотоконкурс, посвященный весне. Со 2 марта можно отправлять фотографию с изображением этого времени года и пояснение, почему вы так его ждете. На адрес redsobaka9.ru победитель получит абонемент в один из популярных фитнес-клубов нашего города. Подробности конкурса на сайте. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Уменьшилось число убийств, грабежей и мошенничеств. Но увеличилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Полицейские связывают это с повсеместной незаконной торговлей алкоголем. Так, например, в прошлом году сотрудники правоохранительных органов изъяли из продажи 25 тысяч литров спиртосодержащей продукции. В России осенью могут ввести налог на интернет. С таким предложением выступили в Министерстве культуры. Разработчики законопроекта посчитали и приблизительный размер этого налога. Вот так, с каждого пользователя предлагается взимать в год по 300 рублей. Часть суммы будет получать правообладатель контента. В свою очередь, пользователям будет предоставлено право неограниченно скачивать контент, музыку, фильмы и книги. Обязательное страхование. Сегодня депутаты Госдумы рассмотрели в первом чтении законопроект, обязывающий страховать российских туристов минимум на 2 миллиона рублей при выезде за границу. В Ассоциации туроператоров предложили формировать тарифы на страховку в зависимости от того, экстремальный это тип отдыха или нет. Сейчас мы прервемся. Вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Посвящен книгам и писателям. В Кировской области официально стартовал год литературы. Как карандаши и краски могут помочь во время кризиса? Ответ на этот вопрос нашелся на кировских выставках. С винтовками и на лыжах. В Кирово-Чепецке прошел фестиваль спорта «Будь здоров, ветеран». Это «Давича», продолжаем выпуск. В библиотеке имени Герцена встретили Новый год. С сегодняшнего дня официально начался год литературы в Кировской области. Напомню, прошлый был посвящен культуре. Какие мероприятия пройдут и что ждет кировчан в 2015-м, расскажет Анна Мамаева. Решили открывать год литературы именно в Герценке. Не случайно, ведь эта библиотека является одной из самых богатых и старых не только в области, но и в стране. Торжественное открытие уже можно считать одним из мероприятий года литературы. Кстати, запланировано событий действительно огромное количество. Вот некоторые из них. Библия, ночь, всемирный день поэзии, неделя детской книги, встреча с молодыми поэтами области, фестиваль документального кино и литературы солдаты Отечества. Год литературы объявлен не только в области, но и в стране в целом. Миссия его очень обширная – повысить интерес к чтению у молодого поколения и вернуть России статус самой читающей страны мира. Все здесь присутствующие росли и формировались как личности на великих произведениях наших классов. Мощная создательная сила, высокие духовные и нравственные ориентиры, статические ценности, огромные и пророческие функции – вот те составные части огромной миссии, которую всегда выполняла русская литература. В библиотеках имени Грина и Герцена и театре «Кукол» в Кирове открылось сразу несколько выставок. Мы с оператором Александром Брызгаловым пообщались с авторами каждой из них, и чтобы получить ответ на вопрос, могут ли краски и карандаш раскрасить будни простых горожан в период кризиса. А еще узнали, что картины издают звуки, что тоже полезно для психики. Подробности далее. Скачки курсов валюты, инфляция, безработица, война. Психологи бьют тревогу. Все больше россиян от этих новостей в последнее время испытывают стресс. Деятели культуры предлагают успокоиться и на время сбежать от проблем в выставочные залы. В Кирове открывается сразу несколько выставок. К примеру, здесь, в Кировском театре «Кукол», сегодня дует морской бриз – оптимальная обстановка для релаксации. Бриз – не настоящий, правда. Написан маслом. Выставочные залы театра сегодня отданы художнику-маринисту Александру Баринову. Сам бывший военный находит покой и умиротворение в живописи. Море – его стихия. Сам прослужил много лет на подводной лодке. Видел моря и океаны разными – в шторм или в штиль. Считает автор этих работ – они всегда прекрасны. Вода благоприятно действует на психику, убежден художник. Кому ведь как? Каждый найдет свою картину. Это уж точно. Ну, это, знаете, любовь к воде, она привелась как бы с детства. С детства это все приходит. О библиотеке Грина сегодня и вовсе постарались. Старая вятка в красках. Ничего не раздражает глаз. И полчаса хватит, говорят организаторы выставки этих картин, чтобы забыть про стресс. По-хорошему отвлечься. На картинах старый город, храмы повсюду, 19 век. Без потрясений, размеренная жизнь. Видите, здесь нет машин, тут есть лошадки, дети бегают везде, нянюшки с колясками, студенты бегут в духовное училище или гимназисты. Девочки гуляют в парках, тройки, храмы все. Каждая улица она вела к храму. В Герцинге же, преодолев несколько лестничных пролетов, в библиотеке можно оказаться в лесу. И ничего, что в черно-белом исполнении. Зато дополнительный полет для фантазии, объясняет автор выставки «Ритм и графики» Андрей Савинов. Убежден, его картины можно слышать, если настроить себя на нужный лад. А это уже двойная доза антистресса, полный уход от реальности. Это нужно вот вникнуть в это состояние, прочувствовать его, вот прям шуршание там, листиков услышать. И когда вот это вот, как бы ты нашел вот этот внутренний покой такой, и увидел, и почувствовал всю эту красоту, тогда ты ее можешь передать. То есть, соответственно, зритель, когда он смотрит, он тоже может ощутить это. Кстати, учеными доказано, регулярные стрессы снижают продолжительность жизни человека не менее чем на 10-15 лет. Поэтому нужно с ними бороться. Вариантов множество, говорят специалисты. Один из них – искусство. Можно самому начать писать, можно созерцать. В этих залах вплоть до марта абсолютно бесплатно. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей, Дарича. Кирово-Чапецкие пенсионеры сегодня взяли в руки винтовки и встали на лыжи. В городе прошел фестиваль спорта «Будь здоров, ветеран». При поддержке крупного предприятия региона проводится он третий год подряд. Участники всегда показывали высокие результаты и на этот раз спортсмены в возрасте удивили судей. Такому накалу страстей могли позавидовать организаторы любых крупных спортивных состязаний. Фестиваль спорта «Будь здоров, ветеран» не уступает им ни в чем. И поддержка болельщиков на уровне, и сами ветераны на лыжной трассе выкладываются по полной. Борьба упорная вплоть до финиша. В спортивном фестивале ветеранов принимают участие несколько команд. Состав каждой – это бывшие работники Кирово-Чапецкого химкомбината. Пусть всем немного «за», отдают трассе все свои силы. За команду. У нас уже возраст такой, что не все могут пройти, поэтому, ну, как смогла. Я не спортсмен. После лыжной эстафета легкоатлетическая. Началось все, как и полагается, на серьезных стартах с официальной церемонии открытия. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня, что вы так организованы. За вашу смелость, за вашу наклончивость. В силе духа и бодрости им могут позавидовать и молодые спортсмены. Несколько десятков ветеранов труда на скорость выполняли задания различной трудности. Причем соревновались в меткости не только мужчины. Винтовку в руки брали представительницы прекрасного пола. Людмила Кулышева своей стрельбой осталась недовольна. Могла бы, признает, и лучше. Не хватило сноровки. Но не победы ради. Уверена, здесь все сегодня собрались. Все нормально, я считаю, что самое главное, что мы все вместе. Для нас это праздник. Мы счастливы. Фестиваль спорта «Будь здоров!» ветеран организован при поддержке компании «Уралхим». Руководство компании в преддверии 70-летия победы в Великой Отечественной войне приняло специальный план «12 шагов к победе», который предусматривает в течение года с мая 2014 по май 2015 множество интересных мероприятий для ветеранов. В программе подготовка к юбилею победы есть и благотворительные акции, и ветеранские встречи. А этот фестиваль стал очередным шагом на пути к торжественному дню. Компания «Уралхим» держит свое слово, она держит традиции, которые у нас очень чтятся. Я считаю, что это правильно. Мы чтим своих ветеранов и будем чтить 9 мая наших ветеранов, которые действительно завоевали эту победу. В конечном итоге отметили всех. Призы и дипломы победителей получили представители всех девяти команд ветеранов. Уже в марте при поддержке компании «Уралхим» они сделают очередной свой шаг к победе, когда продемонстрируют свои творческие способности. Дмитрий Житарчук, Николай Шахарбеев, Бюро новостей «Давича». Такой была эта среда глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей «Давича» появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию «Давича» по телефону 38 48 88. На этом у меня все. В студии работал Дмитрий Житарчук. Всего доброго и до свидания.